Привет всем! Зовут меня Слава Демин. Я являюсь бизнес-консультантом в компании Smart Business. Впервые с понятием LMS-системы я столкнулся 13 лет назад. Это был мой первый по внедрению LMS-системы и выстраиванию системы дистанционного обучения в крупном банке. После этого было еще два проекта, две разные платформы, LMS-платформы. Каждый из проектов это было внедрение также с нуля. А сейчас я являюсь частью команды разработчиков компании Smart Business. Мы разрабатываем и развиваем свой продукт под названием SmartHCM LMS. Данный продукт покрывает все потребности HR и позволяет автоматизировать все процессы, начиная от поиска и подбора персонала, заканчивая обучением, развитием и вплоть до увольнения. Сегодня мы поговорим о системе дистанционного обучения, точнее о системах LMS, что это такое. И как раз функционал LMS-системы также входит в коробочное решение нашего продукта SmartHCM LMS. Сейчас мы часто слышим понятие LMS, дистанционное обучение и тому подобное. Что же такое LMS? На самом деле 13 лет назад я не думал, что есть большая разница между системой дистанционного обучения и LMS. Что это такое? LMS – это аббревиатура от слов Learning Management System. Если сделать прямой перевод дословный, то это обучение, управление, система. Если это расшифровать, то это программа или софт, помогающий автоматизировать процессы, связанные с обучением. Как я говорил, сейчас очень часто мы используем SDO, Learning, онлайн обучение, онлайн курсы и тому подобное. Вроде бы это все однозначно, но на самом деле разница есть. Разница между LMS и SDO. SDO – это система дистанционного обучения, и Learning – это электронное обучение. Есть еще онлайн обучение и так далее. Разница есть, она присутствует. И основное различие LMS от той же самой системы дистанционного обучения в том, что LMS покрывает не только онлайн обучение, не только дистанционное, а также и офлайн. Есть еще такое сейчас модное трендовое понятие, как Blended Learning – это смешанное обучение, когда мы выстраиваем программу обучения не только дистанционно, но и параллельно с аудиторным обучением. Если же мы говорим о том, что такое система дистанционного обучения и Learning, то данные системы чаще всего покрывают только онлайн обучение. То есть это одно из основных различий, чтобы нам понимать, в чем же отличие LMS. И когда мы ищем систему, то мы должны четко понимать, для чего нам необходима она. И в первую очередь давайте разберемся, а точно нужна ли нам LMS. А может нам нужна не LMS, а вот как раз система дистанционного обучения или нам просто нужно онлайн обучение. В чем нам помогает LMS, в чем она может нам помочь, как HR в компании. Во-первых, LMS позволяет систематизировать или выстроить процессы обучения внутренних и внешних клиентов. Второй, во-вторых, вы можете делегировать данной системе рутину. Кто занимается аудиторным обучением или оффлайн обучением, тот знает, сколько времени уходит на то, чтобы собрать группу, отправить уведомления, напомнить о том, что завтра у них мероприятие, собрать обратную связь и так далее. На это все уходит огромное количество времени. Так вот, как раз LMS-системы, они позволяют вот эту рутину, те действия и активности, которые вы проводите постоянно, передать системе. И главное настроить правила, по которым система будет автоматически отправлять уведомления о напоминании, приглашении, да, и также отправлять анкеты обратной связи или напоминать там руководителю, наставнику, HR о том, что кто-то не прошел обучение, кто-то не успешно прошел обучение или просрочил и так далее. Следующий пункт – это решить проблему испорченного телефона. Что это такое? Часто замечал перед внедрением LMS-системы у многих компаний процесс обучения происходит, зависит от ответственности самого руководителя. Да, если взять там розницу, допустим, есть огромная сеть магазинов, и в каждом магазине процесс, допустим, адаптации, да, обучения нового сотрудника проходит по своему сценарию. То есть каждый директор обучает так, как он считает нужным, так, как его, возможно, учили и так далее. И часто информация от руководителя до конечного пользователя, до сотрудника может доноситься в испорченном виде. Соответственно, если мы внедряем LMS, то у нас происходит общение непосредственно не через посредников, так как руководителей, директоров магазинов и так далее, а мы общаемся, коммуницируем непосредственно с самим сотрудником. Например, мы доносим ему информацию с первых уст, и все сотрудники, да, все группы сотрудников, они получают информацию в одинаковом виде. И это тоже очень важно, особенно когда говорят там о стандартных обслуживаниях клиентов, стандартных сервисов, которые должны быть едины в одной сети. Далее, следующий пункт – это удаленно контролировать уровень знаний и оперативно реагировать на проблемные зоны. То есть достаточно провести оценку знаний, тестирование сотрудников по определенным темам, и вы сразу же быстренько сможете определить, какие темы знают хорошо сотрудники, по каким темам они проседают, и, соответственно, быстренько отреагировать, подготовить или памятки, или обучающий курс, который сможет дать те знания, которых у них есть проблемные, да, по которым они проседают. Следующее – это сохранять знания, опыт компании в одном месте, и также их повторное применение этих знаний. Да, действительно, когда часто бывает, когда у нас уходит эксперт с компанией, то вместе с ним уходят его и знания, которыми он владеет, и тот же самый опыт. Поэтому, если у вас есть LMS-система, которая и выстроены процессы, которые позволяют привлечением этих экспертов сохранять те знания и опыт, которым они владеют, сохранять в единой системе, то при уходе этих экспертов, соответственно, вы какую-то часть знаний сохраняете, и при этом вы можете их неоднократно использовать. Самым простым примером, да, вот тот же самый вебинар сейчас, который я провожу, его можно сохранить как видео, загрузить в LMS-систему и давать возможность просматривать другим HR, которые будут приходить. То же самое можно сделать с любой информацией, с любой темой. Можно записать видео, попросить эксперта, да, по определенной теме записать видео, выложить это в LMS-систему и дать доступ всем сотрудникам, чтобы они ознакомились с ним. Дисциплинировать сотрудников. Это мой любимый пункт, потому что действительно, когда только начинается запуск LMS, когда начинает внедряться, если раньше сотрудник может сказать, я не успел, у меня не получилось, у меня были технические проблемы, и IT их не решила, и тому подобное, или были какие-то причины, то когда вы внедряете LMS-систему, то такие часто вопросы решаются очень просто. То есть вы заходите в систему, правильная LMS, она сохраняет все активности, всю информацию, которую, все действия, которые делает сотрудник в самой портале, в самой системе, и, соответственно, вы можете сразу увидеть, действительно ли он проходил тестирование или нет, или была какая-то ошибка, которая не позволила ему зайти. У меня были случаи, когда во время тестирования ежеквартального звонили пользователи и говорили, вот я зашел или там зашла на тест, начала проходить, после первого вопроса у меня все пропало, и теперь я не могу пройти и так далее. Когда заходишь в систему, увидишь, что сотрудник на самом деле прошел все вопросы, но при этом он не прошел проходной балл, плохо сдал этот тест, соответственно, сотрудник что-то придумал, какую-то причину, но на самом деле система это сохранила. В данном случае, понятное дело, что сотруднику назначили, он прошел повторно, но, тем не менее, все, мы четко объяснили, что система все сохранила, перевели ему, выгрузили отчет и показали, где он допускал ошибки, какие ответы он проходил. С этим он не мог поспорить и согласился. Также ЛМС позволяет собрать данные по сотруднику, особенно то, что касается обучения и развития для принятия управленческих решений. Часто к вам подают заявки и говорят о том, что я вот очень классный сотрудник, я много делаю, много обучаюсь, и, соответственно, я хочу повышаться на должность выше, стать директором или старшим смены. Соответственно, достаточно мы можем зайти в систему, посмотреть, как он на протяжении всего периода обучался, как он сдавал тесты. Я думаю, если все тесты у него завалены, то это не лучший кандидат, который будет на повышение роли. Ни один из курсов не пришел, кто-то говорит о его дисциплинированной, и, соответственно, вопрос относительно повышения зарплаты или повышения по должности может быть непозитивным, принято непозитивное решение по нему. Идем дальше. В каких же случаях ЛМС будет наиболее эффективной? Потому что бывают, есть компании, в которых 5 человек, есть 50, есть 500, есть 5000, а есть и 50 тысяч и более. В каких же случаях ЛМС будет действительно эффективной? В первом случае, когда необходимо оперативно обучать много сотрудников, то есть когда в компании действительно крупные, и я вот и при этом проконтролировать этот процесс. Часто мы раньше направляли какие-то памятки, документы, особенно когда их много. С этим я столкнулся в банковской сфере, когда одному сотруднику в день может попадать там до 5-10 распоряжений, приказов разных, всю эту информацию быстро переварить, и зачастую они не смотрят, и контроля в данном процессе нет. Что позволяет ЛМС-система? То есть она позволяет сотруднику донести информацию, да, и мы можем, по крайней мере, четко проконтролировать, ознакомился ли он с ней или нет, да, если это так называемый скором формат, да, или видео. И второе, мы можем протестировать, проверить его по полученным знаниям и убедиться действительно, что он ознакомился с данной информацией. Я привел небольшой пример, вот допустим, то есть это такой грубый подсчет. Если у нас есть тысяча сотрудников, делим их по 20 человек в группе и возьмем одного тренера, который должен будет провести обучение, одночасовое обучение этих сотрудников, то непрерывно потребуется тренеру не менее 7 дней. Я здесь не учитывал, это командировки, переезды. Это означает, что он должен там в день обучить 8 групп, 8 часов, 8 групп по 20 человек. То есть, как видите, объемы, если это командировки добавляются, то этот процесс растягивается на 2, на 3, а то и на несколько месяцев. Соответственно, а когда у нас вводится новый какой-то продукт, да, который надо максимально быстро донести сотрудникам, обучить по этому продукту, то в соответствии с этим могут быть определенные проблемы, да. То есть, чем быстрее мы обучим, проинформируем и обучим сотрудников, тем это лучше для бизнеса. Второй пункт, это когда в компании применяются уникальные технологии, программы или продукты, требующие обучения. Что это такое? Допустим, если мы говорим о программе там Word, Excel, PowerPoint, то в принципе большинство сотрудников плюс-минус знает, как с ней работать. И когда он приходит, новый сотрудник приходит на работу, то в принципе нам не обязательно его обучать, потому что у него базовые знания уже как бы есть. Хотя опыт показывает, что во многих сотрудников по работе с этими системами. А если мы будем говорить о специальных программах, да, если вы применяете специальное оборудование, которых нет в других компаниях, или специальный софт, программное обеспечение, которое не так часто используется компаниям, то, соответственно, при переходе нового сотрудника, при приеме нового сотрудника на работу, мы должны его обучить, как пользоваться этим софтом. И вот если у нас нету системы дистанционного обучения, то есть есть там инструкции, мы можем давать, часто инструкция там 300 страниц, да, и человек может не разобраться, и это будет очень сложно. Если у нас есть системы LMS-система, мы назначаем, создаем один раз курс по работе с этой системой, далее нам достаточно только его периодически обновлять, да, данный курс. Но тем не менее, любой сотрудник потом приходит, проходя данное обучение, мы не тратим на него время и затрат. То есть он прошел, соответственно, он получил те знания, которые необходимы для работы с данным программным обеспечением или оборудованием. Также LMS будут эффективны, когда действительно большая текучесть персонала. Даже тот же самый адаптационный семинар, когда огромная текучесть персонала, его необходимо проводить все чаще и чаще. Соответственно, часто в компаниях, которые проводят адаптационный семинар, то один человек просто завязан для того, чтобы каждый там раз в неделю, а то и чаще проводить данное обучение, да, на своем регионе. Если тот же самый адаптационный курс, welcome курс, перевести его в электронный формат, загрузить в LMS систему, назначать новым сотрудникам, соответственно, у нас затраты быстро на создание этого курса быстро окупятся. Соответственно, и плюс, очень важный момент, что все сотрудники, они будут получать одинаковую информацию, одинаковые знания, да, которые необходимы для онбординга, для адаптации. Когда сотрудники территориально разбросаны, да, это очень важный момент, и как мы сейчас заметили, все работают по домам, и проводить обучение аудиторное уже нет возможности. Соответственно, сейчас многие перешли в онлайн обучение, проводят с помощью Teams, Zoom, Skype обучение, да, подключаются, проводят вебинары, в том числе, как я сейчас провожу вебинары для вас. Но, тем не менее, вебинар, это одна из форм обучения. Когда люди разбросаны в разных местах, соответственно, мы также можем с помощью LMS назначать их обучение. И что самое главное в LMS системах, это контролировать это обучение и сохранять информацию о прогрессах, статусах, успешности, эффективности данного обучения в единой системе. Какие составляющие LMS систем? Есть три основных, это пользователи, контент системы. Я добавил еще одну такую составляющую, как хранители. Об этом мы поговорим чуть позже, что это такое. И начнем мы с пользователей. Какие основные пользователи могут быть, являться, какие сотрудники могут являться основными пользователями LMS систем? И как их определить? То есть, в первую очередь, нам необходимо определить группу пользователей. То есть, если у нас в компании есть кассиры, продавцы, директор магазина, старший продавец, то есть, если это поделить по рознице. Если взять склады, то там могут быть кладовщики, есть охранники. То есть, таким образом, мы весь наш персонал делим на определенные группы пользователей. Дальше мы должны определить, какой уровень текучести в каждой группе. Если мы возьмем, условно, там подразделения, бухгалтерию, в которых текучесть один человек в год, а то и в несколько лет, то, соответственно, данная категория для LMS системы является менее приоритетной. Если же мы говорим о персонале розничной сети, да, там продавцы, консультанты или кассиры, то там текучесть огромная и огромное количество людей. Соответственно, приоритетом в обучении данных людей с помощью системы LMS будет более выше, чем тех же самых сотрудников бухгалтерии. Также важно понимать, в каких случаях данная группа пользователей будет использовать LMS. и где они это будут, на каких устройствах им будет проще с ним работать, и где они это будут делать, место и время. Если заполнить, вот, в общем, такую табличку, подготовить табличку по каждому пункту, где вы указываете группа, количество, уровень текучести персонала, в каких случаях, на каком устройстве, где и когда, то эти данные помогут вам в будущем выбрать, соответственно, LMS-систему, которая будет покрывать. То есть, если для определенной группы важно проводить обучение именно он оффлайн, да, только аудиторное обучение, онлайн не всегда может подойти к данному обучению, соответственно, цельную LMS вы можете не рассматривать, или вы можете в рамках LMS рассматривать только модули дистанционного обучения и тестирования. Также очень важный момент, на каком устройстве будут проходить данные обучения сотрудников. сотрудники. В моем опыте было такой случай, когда я внедрял систему обучения в банке, то зачастую все сотрудники работали, ну, проходили обучение на рабочих компьютерах, да, потому что там были раньше ограничения доступа, никакое обучение нельзя было пройти на домашних компьютерах, были все доступы закрыты. Соответственно, для таких систем необязательно иметь адаптивный дизайн портала, потому что все заходили на портал, на корпоративный обучающий портал с ноутбуков, с компьютеров, и это была просто веб-страница. А когда же я был проект по внедрению системы дистанционного обучения в розничном бизнесе, там получилось немножко сложнее, потому что у сотрудников не было своего рабочего места. То есть максимально через гаджеты, которые они могли проходить обучение, это были их личные мобильные телефоны, или это был рабочий компьютер директора, или иногда на кассах, да. Через некоторое время на некоторых магазинах появились еще планшеты, где они могли проходить данное обучение через планшет. И вот здесь был очень важный момент, чтобы портал обучения и формат обучения, он был адаптивный к мобильных устройств, и они могли проходить. Еще одним из вариантов может быть, допустим, есть водителя, да, которые развозят продукцию. Соответственно, для людей очень важно, чтобы это был только мобильный телефон, вряд ли они будут проходить с рабочего места. И кроме этого, если говорить о форматах обучения, то здесь важно форматы, чтобы были аудио, а не видеозапись, потому что они могут включить это, вывести на громкую связь. И, соответственно, пока ведут автомобиль, слушать и получать знания, новые знания в аудиоформате. Вот. Если мы говорим о контенте, то здесь важно определить для каждой группы пользователей, что они должны знать, уметь и применять в работе. Провести аудит обучающих материалов и программ обучения. Вы должны определить, для каких групп пользователей относится то или иное обучение. Определите форматы, учитывая срок годности материала, периодичность, обновление, специфику работы пользователей и в каком формате будет более удобно для пользователей. То есть всю эту информацию, то есть после того, как вы определили, для каких групп пользователей вы будете использовать LMS-систему, далее вот вы должны определить, в каком формате и в каком виде подавать контент для каждой из групп пользователей. Как я перед этим сказал, для водителей это будет формат аудио, а для сотрудников контакт-центра это тоже может быть аудио, потому что видеокурсы менее эффективны. Для сотрудников магазинов это должны быть коротенькие видеокурсы, где они могут быстренько зайти, прослушать там не более 5-10 минут, ознакомиться быстро с материалом и опять в 5-минутке перерыва, вернуться в торговый зал и продолжать, соответственно, консультирование и продажи. Если это банковские сотрудники, то здесь проще, у них есть рабочие места, и они могут спокойно проходить обучение в любом формате, в котором удобно. Если это, допустим, кассиры в банке, то часто информацию лучше подать в том виде, в котором они смогут распечатать себе, допустим, те же самые какие-то инструкции, и памятки, чтобы у них с системы можно было распечатать, и чтобы быстренько вернуться и повторить материал, не проходя курс заново изначально. То есть это все также надо учитывать при внедрении системы дистанционного обучения, или даже не перед внедрением, а перед тем, как делать выбор, какую LMS-систему вы планируете покупать. Следующий – это функционал, да, то есть когда у нас есть ответы на вопросы, кого мы будем обучать, когда у вас есть ответы на вопросы, как мы будем обучать, в каком формате мы будем обучать, и какие потребности нам необходимы, да, в дальнейшем мы, какие процессы мы будем HR автоматизировать, соответственно, мы должны выбрать именно ту систему, которая, функционал которой покрывает все наши потребности. То есть одним из функционалов LMS-системы, базовым, можно так сказать, функционалом любой LMS-системы, является дистанционное обучение, онлайн-тестирование, аудитория. Желательно, чтобы это была связь с системой оценки, вот, или с модулем оценки, если эта система содержит данный модуль. Также очень важно, чтобы в системе были ML-рассылки или какой-то инструмент коммуникации непосредственно с самими участниками, да, с сотрудниками. Очень интересный функционал, как кабинет руководителя. То есть на самом деле LMS-система, мы, когда вы ее покупаете или внедряете, то вы должны в первую очередь поставить на место не то, что эта система необходима вам, как и HR, да. Эта система должна в первую очередь быть как инструментом для руководителей или для сотрудников, да. И вот некоторые, немногие системы имеют в своем функционале так называемый кабинет руководителя или кабинет менеджера, где каждый руководитель, да, не запрашивая, не спрашивая, не без запросов в HR службы, он может самостоятельно зайти в систему и посмотреть, как обучаются их сотрудники, как они развиваются, какие курсы они проходят, как они сдавали тесты, насколько они, как успешно, какие у них просроченные курсы. Соответственно, LMS-система, да, и портал обучения, это не только необходим, как и HR, но это возможность дать определенные инструменты по управлению своего персонала, делегировать или предоставить инструменты непосредственно руководителям, наставникам, функциональным руководителям и так далее. Ну и очень важный функционал, составляющий любой LMS-системы, это отчетность, да. Отчетность должна быть, во-первых, желательно, чтобы там был конструктор отчетов, который позволяет выгружать данные в разном разрезе, возможно, там должна быть информация, там должна быть стандартные отчеты, да, которые вы применяете, но желательно, чтобы вы могли их кастомизировать, да, изменить, потому что многие LMS-системы, они содержат просто готовые уже шаблоны, но, шаблоны отчетов, но если вам необходимо добавить какой-то столбик, то это или доработка, да, сложная, за которую приходится платить деньги, ну и не все идут на эти доработки. То есть чаще всего, допустим, тот же самый поле, табельный номер в одних компаниях просто используется фамилия, имя, отчество, у некоторых есть табельный номер, соответственно, по табельному номеру формируется очень много отчетности. И если этого поля нет в отчетности, то в крупных компаниях очень сложно сводить потом эту всю информацию в едино. Вот. Очень важно, чтобы функционал LMS, он не просто ограничивался LMS, да, потому что на самом деле, если говорить о системе общей, об автоматизации процесса HR, то, как вы знаете, они перетекают с одного процесса в другой процесс. Если говорить о прием, о поиске и подборе сотрудников, то часто, например, во время подбора сотрудников проводят дистанционное тестирование, да, или онлайн-тестирование. Это тоже может быть частью функционала LMS-системы, который позволяет проводить тестирование внешних кандидатов. Еще сейчас очень много запросов от компании идет на то, чтобы проводить он пре-онбординг, да, что это такое. То есть раньше мы начинали процесс адаптации сотрудника с того момента, когда он был принят на работу с первого дня. Только он пришел, сел за компьютер, и только тогда мы ему назначаем какие-то курсы адаптационные, welcome-тренинги, инструкции даем на ознакомление и так далее. И, соответственно, сотруднику необходимо там первая неделя-две, он сидит и смотрит эти курсы, читает инструкции и ознакомляется. Сейчас многие компании переходят на пре-онбординг. Это означает, что когда сотрудник принял джобофер, когда он принял предложение о работе, то мы ему уже можем назначать определенные курсы ознакомительные с АО-компанией, да. И таким образом процесс вовлеченности в компании, процесс адаптации проходит более плавнее, чем вот с первого дня только сотрудник пришел, и все, ему сразу же нагрузили огромное количество информации. Вот. То же самое. Я не зря здесь написал, что управление навыком, компетенцией, связь с оценкой. В любой системе, да, то есть как правильно формируется обучение. То есть когда у вас выстроены уже процессы, то обучение формируется, часть обучения формируется на основании оценки, да, по компетенциям. Когда мы определяем, какие компетенции развиты у сотрудника, какие необходимо развивать, на этом создается индивидуальный план развития. На основе индивидуальных планов развития уже формируются планы обучения и создается план графика разработки курсов, если таких курсов нет. Вот. Соответственно, LMS-система, или точнее функционал, который относится к LMS-системе, желательно, чтобы он был связан, мог интегрироваться с другими системами, или он мог, или сама система покрывала все, имела, покрывала все эти потребности, да, и содержала модуль в том же числе и LMS-модуль. Вот мы подошли, да, к вопросу, кто такие хранители LMS-систем, да. Хранителями я называю те люди, которые чаще всего занимаются, администрируют, да, или которые продвигают внутри компании вот эту LMS-систему. Это может быть руководитель, который был инициатором внедрения системы дистанционного обучения, или в покупке LMS-системы. Это может быть администратор, который, которого назначили на управлять данной системой. Это может быть любой сотрудник, да, или руководитель, который заинтересован в данной системе. Почему я называю их как хранители? Потому что часто бывает в том, что в компании, да, вот эту роль хранителя LMS-системы выполняет один сотрудник, администратор, который заинтересован в том, чтобы развивать систему, внедрять эту систему. И как только уходит этот сотрудник, и на его место приходит другой, да, то часто вот эта связь нарушается, или на его место приходит, берут сотрудника, который менее заинтересован в развитии данной системы. Соответственно, без поддержки LMS начинает, ну, можно так сказать, как угасать, 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 вот, и, соответственно, в данном случае эффективность, ну, активность в LMS-системе будут постепенно падать, падать ниже, и сотрудники будут все меньше и меньше, реже заходить в систему LMS, и LMS будет превращаться, можно так сказать, в мертвую, да, систему. Поэтому очень важно на первых этапах определить владельцев LMS-системы. В компании не могут быть все, не могут быть владельцами системы LMS. Это должно быть одно подразделение, это могут быть IT, это могут быть HR, и чаще всего владельцами является подразделение TND, да, которое занимается обучением. Часто еще выделяет, если позволяет, ну, крупная компания, то выделяет отдельное подразделение, там, подразделение по дистанционному обучению, или дистанционному обучению и администрированию. Часто через некоторое время в компании, допустим, происходит так, что сначала с этой системой работает только HR, да, так как они заинтересованы, но потом, когда система разрастается, да, показывает свои результаты, то многие подразделения, ну, функциональные, например, там, розничное подразделение, корпоративный бизнес, там, та же самая бухгалтерия, риски и тому подобное, они начинают обращаться к HR, чтобы они создали для них курс. Начинается развиваться внутри компании вот эта сеть пользователей, но, несмотря на то, что сеть пользователей, да, ответственных за LMS, которые могут создавать курсы и сами загружать, и назначать сотрудникам своей вертикали, разрастается, владельцам все равно должно быть одно подразделение, потому что со временем возникают вопросы по доработкам, да, кто должен контактировать с разработчиками или кто будет делать разработчики, или если разработка курса, то кто должен контактировать и управлять процессом работы с внешними провайдерами. Что важно, когда вы определили владельцев LMS, наделите их полномочиями, да, чем больше у них полномочий будет, тем лучше. Полномочия имеются в виду в том, что они должны, если они владельцы LMS, то даже если этот администратор, он, можно так сказать, ниже по рангу или по должности от руководителя обучения, например, подразделения розничной сети, тем не менее этот сотрудник может давать определенные правила, да, устанавливать правила, как работать в LMS-системе и так далее. Соответственно, ну, в моем, у меня был опыт, да, я когда работал в HR-подразделении, я был администратором LMS-системы внутри компании, я ее внедрял, и когда начала разрастаться эта сеть, да, пользователей, соответственно, были у нас в каждом бизнесе, да, в каждом, можно так сказать, подразделении были свои пользователи, свои ключевые пользователи, администраторы, да, так, то есть был подразделение в рознице, в корпоративном бизнесе и так далее. Соответственно, у меня были полномочия, которые, с помощью которых я создавал инструкции, да, и направлял, и устанавливал правила работы, единые правила работы для всей компании по работе с данной LMS, да, и очень важный момент, подумайте о взаимозаменяемости. Часто бывает так, что вот этим администрированием и все, что происходит в LMS-системе, это занимается один человек, он знает все ниточки, да, все вот эти проблемные точечки, как настраивалась система, как она работает, где какая папка, как назначать, и когда этот сотрудник начинает уходить, то, несмотря на то, что сейчас рынок вроде бы дистанционного обучения очень широкий, но ко мне постоянно обращаются люди о том, чтобы там кого-то порекомендовать на роль, на позицию администратора или руководителя отдела дистанционного обучения, вот, и с этим есть определенные проблемы. Соответственно, как только вы внедряете LMS-систему, сразу же подумайте о том, кто будет владелец, кто будет администратор, и подумайте о том, кто из персонала будет выполнять взаимозаменяемости роли. Опять, чтобы не было так, что человек заболел, и система, LMS-система не работает, в ней ошибки, и что-то происходит не то. Теперь мы немножко поговорим о так называемых мифах, да, потому что когда мы, когда на первых этапах внедрения или перед тем, как покупать LMS-систему, то кажется, все очень классно, все, эта система покрывает все потребности. Я собрал несколько основных таких мифов, да, с которыми и сам сталкивался не раз, и первый из мифов – это LMS экономит бюджет на обучение. Да, действительно, LMS экономит бюджет на обучение, но это происходит не сразу, и вам необходимо понимать, что первые, там, возможно, там, 6 месяцев, 1 или 2 года вы будете не экономить, а вы будете инвестировать в LMS-систему, потому что стоимость самой LMS-системы стоит определенных денег, поддержка этой LMS-системы, это администратор, да, который должен также, эта часть IT должны также быть подключены к этому, и они выделяют свои часы на поддержку этой системы, так как это железо, это софт, да. Также LMS-система без контента, это, ну, она ничего не будет значить, соответственно, у вас должен быть штат или у вас должен быть бюджет на покупку курсов, дистанционных курсов, на создание курсов у внешних провайдеров, и это все требует определенных затрат, соответственно, на первых порах LMS-система, она не экономит деньги, да, но вы должны понимать, что вы в систему инвестируете, и через некоторое время, когда у вас в системе будет огромное количество контента, да, когда будут все выстроены правильно автоматизированные процессы, да, и нужно будет просто там один администратор, который будет поддерживать эту систему, да, и подразделение, которое будет разрабатывать курс. Что еще важно, что в системе, когда вы внедряете LMS-систему, у вас должны быть закреплены сотрудники, которые будут заниматься разработкой, версткой курсов, да, часто, чаще всего эту роль могут, чаще всего эту роль выполняют сотрудники, которые до этого проводили тренинг, да, дистанционное обучение, но здесь очень важно, что онлайн обучение, оффлайн обучение аудиторное, да, и разработка программ немножко отличается от онлайн обучения электронных курсов. Это надо учитывать, и если у вас крупная компания, большие объемы по разработке, соответственно, желательно, чтобы вы выделяли определенных людей, да, одну или несколько единиц, которые будут заниматься только дистанционным обучением, разрабатывать курсы только для дистанционного обучения. Таким образом, они будут развиваться, получать постоянно новый опыт. А миф номер два, сотрудники хотят обучаться, и они ждут, когда LMS будет внедрена компания. Из опыта трех проектов ничего подобного. Сотрудники не хотят обучаться, да, и они ждут. И когда внедряется система дистанционного обучения или внедряется LMS-система, то для них это еще одна причина, что их будут что-то заставлять, что-то делать. Они должны будут где-то что-то проходить, их будут контролировать. И частично это так, да. Соответственно, чтобы вот на первых порах, когда вы внедряете LMS-систему, чтобы для сотрудников вот эта точка, да, невосприятие было максимально сглажено, что рекомендуется. То есть рекомендуется изначально подготовиться и как минимум хотя бы наполнить вашу систему контентом. При этом этот контент должен быть интересен вашим сотрудникам, вашим категориям сотрудников, которые будут основными пользователями. То есть если сотрудники найдут в этой системе что-то интересное, да, что покрывает их потребности или решает их проблемы, да, те знания, которые им не хватает, они будут самостоятельно заходить, искать это, даже назначать сами себе курсы, не ждать, пока им назначить. Проходить это обучение, да, потому что это интересно. Если же мы будем зацикливаться только на том, что вот разрабатывать курсы только те, которые покрывают необходимые самим сотрудникам, да, которые необходимы, точнее, компании, чтобы обучить этих сотрудников, то через некоторое время сотрудники будут заходить на портал обучения только для того, чтобы пройти этот курс-тест и все. И на этом их активность с данной системой прекратится. Второй вариант – это создание гимификации, да, или нематериальной мотивации. То есть если система, да, в дополнение к LMS-системе позволяет, имеет вот инструменты гимификации, то есть давать какие-то бейджики, да, назначать какие-то определенные баллы за выполнение задачи, за прохождение курсов, за прохождение тестов, то это улучшает, да, сейчас гимификация, ну, очень длительное время является трендом. Если вы вот интегрируете, если сама система содержит еще модуль гимификации, если вы сможете это интегрировать вместе с обучением, то это очень классно будет. Миф номер три. Вначале у нас есть презентация тренингов, мы их загрузим в LMS, это будут онлайн-курсы. Частично – да, и здесь важно понимать. То есть видите, перед этим я показывал разные примеры, разные варианты, и если у вас потребность в том, чтобы внедрить систему максимально быстро, вы можете использовать презентации для перевода их в электронный формат и назначение. Но важно понимать, любую презентацию вы должны адаптировать, потому что презентация для оффлайн-обучения не всегда подходит для онлайн-обучения, так как в оффлайн-обучении у вас есть ведущий, тренер, спикер, который может спокойно это все рассказывать и отвечать на вопросы, которые непонятны будут аудитории, то в онлайн, то есть спикера нет, ведущего нет, и все, что отображено на слайде, это должно быть четко, понятно, и у сотрудника не должно возникать дополнительных вопросов по этому материалу. Поэтому здесь важно, если вы хотите максимально быстро внедрить, вам необходимо адаптировать эти презентации. Второй вопрос, если вы хотите, чтобы ваши курсы были максимально эффективны, или после быстрого внедрения, экспресс-внедрения, вы все же хотите, чтобы ваша система работала, дышала, и сотрудники заходили, сами назначали себе курсы, проходили их, то здесь важно подходить ответственно к контенту, который вы выкладываете в LMS-систему и назначаете курсов, потому что интересные курсы с какими-то интерактивностями, где надо что-то потрогать, можно переместить, сыграть в какую-то игру, которая даст определенные навыки или знания, но просто презентация, это будет такая же самая презентация. Миф номер четыре. Достаточно одного Елене специалиста, который будет делать все. На первых порах, когда у вас будут выстроены все процессы, то не скажу, что достаточно одного, но один-два сотрудника, специалиста могут покрыть, если мы говорим про администрирование, ваши потребности. Но все зависит от того, как вы будете развивать. Если вы правильно все сделаете, на первых этапах система будет внедряться, хорошо развиваться, то в любом случае часто происходит, что через некоторое время штат оффлайн-тренеров будет такой же самый, как штат онлайн-тренеров, или точнее не онлайн-тренеров, а штат разработчиков, потому что удобно, да, это выгодно, и со временем это экономит определенные средства. Поэтому вы можете, если у вас небольшая компания, вы можете развивать с одного специалиста, да, часто это чаще всего универсальный специалист, который занимается и администрированием, и версткой, да, и создает курсы. Но если вы хотите развивать эту систему, то подумайте о том, что штат должен быть соответствующий. Часто задают вопрос, а сколько должно быть специалистов. Вопрос очень сложный, потому что все зависит от того, какие планы, да, то есть достаточно вам взять свой график разработки курсов, планов, и посмотреть, сколько курсов вам необходимо заработать, то есть есть здесь разработчики курса, то они подтвердят эту информацию. Вот, это разработка курса с нуля, от одного до трех месяцев. Соответственно, чтобы наполнить за один год хотя бы каталог ваших курсов, да, назначенных, то вы должны понимать, что персонал, количество курсов должно быть, ну, достаточным, да, для поддержки и эффективной работы LMS-системы. Я сегодня вам рассказал о разных LMS-системах, и вначале я сказал, что я являюсь разработкой продукта Smart H7 LMS. Все, о чем я говорил, о функционале системы, наша система, функционале, который относится к обучению, наша система покрывает все эти потребности. У вас есть QR-код на наш сайт, на сайт HRSmartIT.com, где рассказывается подробно о системе, ее модуля, да, как модули между собой связаны, соответственно, вы можете зайти, ознакомиться с нашим продуктом. Там же есть ссылочка на предоставление дом, демо-доступ на 7 дней, а на 14 дней вы можете подключиться и попробовать нашу систему. Если возникнут вопросы, у вас есть там возможность запросить определенную информацию о проведении демонстрации нашей системы, мы с удовольствием ее можем провести в таком же самом онлайн-режиме, да, с помощью вебинара, показать весь функционал системы и ответить на все ваши вопросы. Я так понимаю, здесь идет вопрос относительно обучения в образовательной сфере, в онлайн-школах. Есть системы, которые полностью адаптированы под сферу обучения. Там если говорить о общепризнанных системах, то есть система Moodle, которая была специально разработана по сферу образования. Если мы говорим там про SmartHCMLMS, то она в зависимости от процесса обучения также может покрывать его. То есть в чем особенность? Есть определенные темы. То есть в нашей системе есть план, курс и модуль. То есть если вы свой обучающий процесс можете разбить на вот эти составляющие, как план, это какая-то единая тема, там математика, курс, это тема, да, которая каждой математики и модуль, соответственно, это информация подана в определенном формате. Если вы можете разбить на вот эти составляющие, то система может это покрыть. Если мы говорим про форматы, то сейчас многие, как видите, все перешли на Zoom, на Teams, успешно используют, на Skype. То есть как только ввели карантин, максимально быстро компании перестроились. Многие школы. У меня, допустим, ребенок также обучается онлайн. У него есть как вебинары, уроки, когда подключается учитель. И есть другие там специальные программы, когда им высылают определенную информацию в том же самом Word, в том же самом PowerPoint. Они проходят, выполняют задания и, соответственно, направляют ему, учителю для проверки. LMS подразделяется на условно Welcome Book и First Day Checklist плюс постоянный портал. LMS позволяет не только адаптацию, назначать обучение. Если есть правильно выстроенная система знаний, есть справочники знаний, ну, скиллов, не знаний, навыков, извините. Если есть справочники навыков, если есть справочники компетенций, то мы зачастую управляем не темами. То есть мы назначаем не просто Welcome курс, мы назначаем курс для того, чтобы сотрудник узнал о компании, процедуры, процессы, какие внутри компании и так далее. Когда мы назначаем курс Excel, мы назначаем курс Excel, мы назначаем курс для того, чтобы сотрудник знал, как, для чего программа Excel. он знал или научился, как создать табличку, как отформатировать табличку. То есть вот это важно в LMS-системах, то, что мы оперируем не темами, а мы оперируем знаниями, навыками и умениями сотрудников. Всем огромное спасибо за внимание. Еще раз с первым днем апреля. И всем пока.